Представляем подборку эксклюзивных новостей от Казанфорум. В Машлисе парламента Республики Казахстан был принят во втором чтении новый закон о масс-медиа. Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. О том, достигнуты ли цели и защитить ли новый закон всех представителей СМИ, рассказал аналитический обозреватель агентства Казанфорум. Представители отрасли увидели в новом законе всего лишь два по-настоящему позитивных момента. Это сокращение срока исковой давности и обязанность работодателя возмещать журналисту ущерб в случае вреда его здоровью или в случае смерти при выполнении профессиональных обязанностей. А медиакритики, напротив, считают новый закон победой, хоть и не полной. Журналистам больше не придется всю жизнь хранить фото, аудио и видеоархивы с доказательствами правдивости своих историй за всю карьеру, отметила президент фонда Adelsus Карла Гажа Манкулова. По ее словам, для защиты объективной журналистики и защиты от фейков необходимо принять меры по обеспечению прозрачности источников финансирования, спонсоров и, конечно, бенефициаров СМИ, а не только номинальных владельцев. Почему это важно? Читатель сам должен сделать выбор, доверять ли ему информации или нет, исходя из понимания того, кто платит, подчеркнула спикер. Алматы находится в 9-10-бальной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 250 км от города происходит до 200 слабых землетрясений. И все это фиксирует специальные приборы, которые установлены вокруг и вблизи города. Всего на территории мегаполиса и его окрестностях имеется несколько таких приборов. В основном они расположены в горной местности, на сейсмических станциях. В одном из них побывали корреспонденты агентства Казенфорум. Недалеко от южной столицы на Медео расположена одна из сейсмических станций, которая работает с 1979 года. Здесь же находится штольник глубиной 100 метров, в которой имеются сейсмодатчики. Они фиксируют все землетрясения в радиусе 1000 км за счет высокой чувствительности. Кроме того, на некоторых станциях также проводятся биологические наблюдения с целью изучения поведения животных перед землетрясениями. Все эти биостационары расположены на территории Алматы и Алматинской области. В одном из них, находящегося недалеко от научного центра, содержатся два вида змей, три вида ящериц, один вид рыб, три вида птиц и один вид млекопитающих. По словам исполняющей обязанности заведующей лабораторией сейсмобиологии Натальи Суровцевой, домашние животные, как кошки и собаки, тоже могут чувствовать надвигающиеся землетрясения. Из истории известно немало случаев, когда накануне подземных толчков или же других природных бедствий, кошки и собаки без колебаний покидали своих хозяев, уходили из города и возвращались лишь после катастрофы. Эксперт Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан Амиржан Тажибаев в интервью корреспонденту Казуфорум рассказал о том, на какой стадии находится процесс включения Казахстана в южнокорейскую систему по легальному трудоустройству Employment Permit System. Как отметил эксперт, согласно законодательству Южной Кореи, вопрос включения любого государства в систему EPS осуществляется в три этапа. Внутригосударственное согласие, ознакомление с объектами для открытия центра EPS и принятие окончательного решения о включении иностранного государства в систему на межведомственной комиссии Республики Корея. На сегодня вопрос включения Казахстана в эту систему находится на первом этапе, то есть на внутригосударственном согласии с другими госорганами Кореи. У них есть свои регламенты. После окончания этого согласия ожидается прибытие корейской делегации для ознакомления с объектами по открытию центра EPS. Мы сами предполагаем, что до конца этого года пройдем все процедуры, рассказал Дожибаев. Пикер отметил, что у Кореи по системе EPS есть несколько требований к соискателям. Прохождение медицинского осмотра, соответствие квалификации на желаемую работу и знание корейского языка. Сама система EPS работает в таких направлениях, как производство, строительство, сельское хозяйство, животноводство, рыболовство и сфера услуг. Полная версия материалов на inform.kz. Также вся аналитика и события страны и мира доступны в мобильном приложении Cousin Form в App Store и Google Play.